всем здравствуйте севастополь мангу обратите внимание посмотрите сделали дорогу это это праздник потому что последний раз когда я сюда ехал здесь было камни вернее яма на яме не было возможности совершенно и абсолютно ехать со скоростью даже там 10 километров сейчас сейчас я еду ну вот пятьдесят восемь шестьдесят вот смотрите хорошая полотно новая абсолютно правда там какая-то уже то ли ямка то ли какая-то клякса была в общем насколько я вижу они почистили здесь дорогу вот они почистили вот эти вот деревья убрали наверно какие-то клыбы это соответственно единственное что они сделали они какую-то велосипедную дорожку не пешеходную дорожку ну скорее всего вот там есть внизу тропа в лесу может быть с той стороны можно пройти в общем хотел заметить о том что дорога сейчас уже сделано на мангуккале сделано хорошо слава богу что ты пришел слава богу что нашлись деньги нашлись люди которые все-таки решились сделать эту дорогу это здорово и что вот здесь она заканчивается это уже старая дорога по моему хотя давайте посмотрим проедем потому что нет все равно это новое здесь ямочного ремонта нет здесь просто абсолютно совершенно новое полотно это крупно что ж такое с моим целью языком это круто да вот мужик садить подъезжаем к мангуккале озеру и хочу заметить что видите еще даже разметки нет есть только какие-то мелом обозначения то есть ну здорово ребят здорово и здесь сделали остановочку очень здорово давайте мы пропустим этого автомобиля не хочет ехать мы тоже не хотим мы тоже не поедем туда вода здесь мангуккале вот с той стороны грамма а вот и что можно увидеть здесь еще новая дорога давайте посмотрим до куда она если она до конца это вообще безусловно очень круто кстати хочу заметить когда я на мне сейчас 43 года когда мне было лет 7 эту дорогу делали я помню потому что мы с отцом ездили на спортивных велосипедах по крыму по городу в частном сторону барчисарая здесь дорога да вот это или байдарских ворот там ну то есть я помню что у нас была такая история что у нас на велосипеде прокололось переднее колесо а я был такой вот какой-то дерганый и что-то как-то рулем вот так вот дергал я сидел у папы на раме то есть на раме велосипеда папа меня вез ну что эти впереди да там было детское сидение детские вот эти подножечки а вот и здорово вот кроме того я прекрасно помню что у нас сдувало колесо как-то почему-то и когда мы вот здесь ремонтировали дорогу немножко дальше после следующего поселка и смысл в том что когда вот я увидел что вот только смолой битумом покрыли какую-то полосу я что-то туда свернул и прям вот прямо в битум заехал ребят и после этого у нас колесо перестала перестала сдуваться вот так вот хочу сказать посмотрите да отлично отличная дорога до конца сделали не совсем ровно кстати хочу сказать тоже заметить давайте немножечко прибавим скорости здесь у нас красоты я кстати сегодня еще не выспался один раз чуть не полетел автомобиль встречный слишком узкая дорога была а вот но здесь безусловно круто смотрится крутая дорога разметки нет поэтому немножечко тянет вот влево так вот вот часто скажу вот после этого перехода вот после этого поворота как раз таки и был тот самый момент когда на велосипеде вот где-то здесь вот вот где-то вот вот тут вот прямо вот тут вот прям тут я вот свернул на велосипеде в эту в битум это было круто это мне запомнилось вот и представляете прошло сколько там хреново сколько лет ну то есть получается 35 лет прошло с тех пор когда последний раз ремонтировали эту дорогу и слава богу все таки что здесь ее отремонтировали я так думаю что ее отремонтировали до конца я уже не буду видео проводить я не имею ввиду до бахчисарая но до поворота на бахчисарай а вот в общем не буду ехать до конца вернее снимать до конца и не буду ребят поэтому уж извините но хочу сказать смотри какая здоровская дорога можно по ней смело ехать с удовольствием прекрасная дорога прекрасно идет замечательно если я не знаю я здесь камеры нет или нет но вот я смотрю а вот смотрите вот смотрите вот до сюда вот до сюда они сделали эту дорожку и вот здесь вот еще только вот то есть они будут продолжать скорее всего ее делать ну вот собственно говоря на этом я и заканчиваю спасибо за просмотр и приезжайте сюда мангуб кале это вообще кто не был на мангуб кале тот не был не в севастополе не в крыму я считаю это очень крутое место которое нужно вам посетить обязательно ребят приезжайте пока